2019 год не будет простой, он составной. Вот вам его факторизация на простые сомножители. 3 на 673. Но стоит отметить, что 2019 отлично раскладывается на сумму трех квадратов. Посмотрите на несколько разложений. Мне больше всего нравятся последние два. 13, 13, 41, 23, 23, 31. Вы понимаете, что это значит геометрически? Вот если взять прямоугольный параллепипед со сторонами 23, 23 и 31, то его диагональ будет корень из 2019. Обратите внимание, здесь часто фигурируют цифры 3, 7, числа 37, 43. Я уж не знаю, как так, но в восьмеричной системе счисления 2019 выглядит ровно как те самые 37, 43. Еще более симпатичной оказывается девятнадцатиричная система счисления. Там наши 2019 превращаются в полиндром. Число состоит из цифр 5, b5 и что слева направо, что справа налево читается одинаково. Так, а что насчет суммы кубов? Ну, мне на ум пришло вот такое разбиение. Да, возможно, оно не супер красивое, но все компенсирует четвертые степени. Смотрите внимательно, детишки, я старался. 2019 — это один, плюс два, плюс три, плюс пять, плюс шесть. И тут вы меня спросите, а четверка-то где? А вот она, в показателях степеней. Ну уж, если такое разложение не показалось вам красивым, то, возможно, год свиньи в силу тотемной близости будет для вас особенно удачным. А сейчас мы подметим еще одно удивительное свойство числа 2019. Оно сравнимо с тройкой по модулю 6, 7, 8 и даже 9. Круто! Только что все это значит? А вот что, когда мы делим 2019 на 6, мы получаем 336 целых и остаток 3. А когда делим на 7, получаем 288 целых, но остаток все еще 3. Та же самая история при делении на 8 и 9. Уверяю, такое нечасто увидишь. И хотя 2019 не является полным квадратом, кубом, факториалом, числом Фибоначчи, Белла, Каталана, треугольным или совершенным числом, оно все же является особенным, и сейчас я вам это докажу. Если взять 2019 и перевернуть его на 180 градусов, получится 6100 зетта! Фантастика! С наступающим 6100 зеттовым годом! Мыслите критически, занимайтесь математикой! Счастливо!